Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава книги Иисуса Сына Серахова. Я читаю синодальный перевод для библейского портала экзегет. Мы говорили про восьмую, что там у нас такой резонер пожилой, который вот все, смотри у меня. Местами он как раз такой очень поэтичный, очень такой молодой наш автор и такой парит высоко, а местами вот такой набор практических советов. Девятая, ну вот сейчас увидим. Не будь ревнив к жене сердца твоего и не подавай ей дурного урока против тебя самого. Про отношения с женщинами. Интересно, очень много говорилось, конечно, в книге притчи Соломоновых, на которую это, в общем-то, комментарий развернутый про то, что надо избегать дурных женщин. Но вот твоя собственная жена, причем любимая жена, жена сердца твоего, не будь к ней ревнив. Не унижай ее этой ревностью. С другой стороны, не отдавай жене души твоей, чтобы она не восстала против власти твоей. Вот наш резонер есть, вот ты глава семьи. Не слишком ты либеральничай со своей. Много власти возьмет. Патриархальное общество. Не выходи навстречу развратной женщине, чтобы как-нибудь не попасть в сеть ее. Не оставайся долго с певицей, чтобы не плениться тебе искусством ее. Не засматривайся на девицу, чтобы не соблазниться прелестями ее. Не отдавай души твоей блудницам, чтобы не погубить наследство твоего. Не смотри по сторонам на улицы города и не броди по пустым местам его. Отвращай око твое от женщины благообразной, не засматривайся на чужую красоту. Многие собратились с пути через красоту женскую. От нее, как огонь, загорается любовь. Отнюдь не сиди с женой замужней, не оставайся с ней наперед за вином, чтобы не склонилась к ней душа твоя, и чтобы ты не поползнулся духом в погибель. Вот смотрите, в книге притчи там очень яркие и красивые образы, такие блудница, которая выходит, там юношу заманивает, или он к ней приходит. А здесь прям все по полочкам разложено. Чего нельзя делать, чтобы женщины и отношения с ними не привели себя к падению. Понятно, что книги мужские совершенно, вот эти книги премудрости, не предполагается, что женщины читают вообще. Не выходи навстречу развратницей. Ну, это понятно, это уж прям активно ее искать. А с певицей долго не оставайся. Вот она такая красивая, изящная, поет хорошо. Вот послушал ее чуточку и пошел дальше. На девицу вообще не засматривайся. Ну, девица, казалось бы, она не замужняя. Блудницам не отдавай души. Как интересно, чтобы не погубить наследство. То есть придется все им отдать. Даже как будто и нет запрета на встречи с этими блудницами, но только так вот, чтобы не глубоко это тебя задело. Вот, ну, все-таки это такая мораль традиционного общества. И вообще не смотри там по сторонам, не сиди с замужней женщиной, особенно за вином, да, когда так расслабятся все, разгорячатся. Вот целый набор советов. Ну, ладно, а как быть с мужчинами, которые близки тебе? Не оставляй старого друга, ибо новый не может сравниться с ним. Друг новый и то же, что вино новое, когда оно сделается старым, с удовольствием будешь пить его. Да, никто не захочет пить новое вино, попробовав старого, как в Евангелии. Но здесь это про друга. Не завидуй славе грешника, ибо не знаешь, какой будет конец его. Ну да, часто так смотришь и думаешь, о, хорошо живет. Мне бы такие возможности, мне бы все эти удовольствия. А вот не знаешь, чем закончится. Не одобрей того, что одобряют нечестивые. Помни, что они до самого ада не исправятся. Откуда мы знаем, исправятся или нет? Но похоже, что вот это их такая природа, которая как-то не спешит исправляться, скажем так. Держи себя дальше от человека, имеющего власть умерщулять, и ты не будешь смущаться страхом смерти. Такое древнее общество, да, царь какой-нибудь, судья, который может приговаривать к смерти. Лучше вот с ним даже не пересекаться. А если сближаешься с ним, не ошибись, чтобы он не лишил тебя жизни. Знаешь, что ты посреди сети идешь и по зубцам городских стен проходишь. То есть один неверный шаг, и ты падаешь со стены и насмерть. Да, вот здесь много о власти, о том, что вот с властью лучше себя потише, пониже, не вылезать особенно. По силе твоей узнавай ближних и советуйся с мудрыми. Собирай информацию, но и приобретай ее активно, советуясь. Рассуждение твое, да будет с разумными, и всякая беседа твоя в законе вышнем. Вот, о чем бы ни говорил, о погоде, об урожае, все в рамках закона вышнего, моисеева закона. Да вечеряют с тобой мужи праведные, то есть ужинают, и слава твоя, да будет в страхе Господнем. Вот, не в богатом перу, не в изысканных угощениях, не в одеждах ярких, не в богатых каких-нибудь там покупках, а в страхе Господнем. Снова мы приходим к этому понятию, о нем уже почти забыли, столько всяких практических наставлений, а что это такое. Вот, наверное, все это, строго Господень. Но, нет, нет, не эти советы, как там, ревновать ли женщину свою, или что-то еще, а вот местами он взлетает над этой прозой жизни. Изделие хвалится по руке художника, а правитель народа считается мудрым по словам его. То есть, как вот изделие хвалится по руке художника, мы смотрим на какую-нибудь статую или вазу или что-то, и если художник умелый, то да, мы хвалим его, да, а правитель народа по словам, поступки не всегда нам видны и понятны, да, потому что очень много всяких факторов примешивается. А вот говорит правитель, он всегда от себя, говорит, он тут не сдержан там климаты, природы, не знаю, там возможностями, финансами или чем-то. Слова, они свободны. Поэтому по словам мы можем его оценить. Боятся в городе дерзкого на язык и ненавидят опрометчивого в словах. Дерзкого боятся, опрометчивого, то есть того, кто торопится, ненавидят. Понятно, что и то, и другое плохо. И страх Господень, и боязнь перед хамом, перед наглецом, да, какие две разных формы страха. Ну, тут, кстати, было про правителя, про него подробнее в десятой главе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok